Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Это Вероника, это Миланя. Очень рада приветствовать вас на моем канале. Сегодняшнее видео я хочу посвятить неким воодушевляющим меня предметам за последнее время. Это будет какой-то такой вот некий список вещей, предметов, которые последнее время меня почему-то очень-очень радуют и делает меня еще более счастливой. Хотя как можно быть еще более счастливой, когда у тебя такой классный, слюнявый, жующий в своей ручке ребенок. Ну и как вы понимаете, самый главный вдохновляющий человек для меня сейчас это моя дочка. Именно поэтому мои видео стали выходить несколько реже. Во-первых, сейчас лето, а это только этот мундиал закончился, чемпионат мира. И как-то вот сидишь, гуляешь, развлекаешься с дочкой и, честно говоря, не до съемок. Но сегодня как-то вот уже в августе чувствуются нотки осени, поэтому захотелось снять что-то осеннее. Но я думаю, что вы не очень грустите. Я думаю, все меня прекрасно понимают, что, конечно же, большую часть времени мамы уделяют своим детям, даже если они блогеры. Еще одна вещь, которая меня очень сильно вдохновляет и делает очень счастливой, это, конечно же, часы от бренда Daniel Wellington. Я с вами уже делилась своей радостью, что в этом году я являюсь таким своеобразным диджитал-амбассадором бренда. Я представляю бренд в сети, я делаю для них какие-то красивые, я надеюсь, фото, рассказываю о всяких скидках, акциях и так далее. Я уже в инстаграме делала пост о своем новом наборе, но на видео, в своем видеоблоге я его не показывала. Пришел он ко мне в такой вот коробочке и здесь вот такие вот красивые часики. Мне этот набор показался очень хорошо подходящим именно к наступающей осени, потому что здесь такие красивые, глубокие, немного строгие оттенки, такой марсала, темно-темно-синий. В общем, с какими-то вот такими именно осенними образами, мне кажется, будет смотреться очень здорово. Но сегодня я вам хочу рассказать о другой акции у бренда Daniel Wellington. С 15 августа по 4 сентября при покупке часов на официальном сайте Daniel Wellington вы можете приобрести вот такие вот браслеты, они их называют кафы. Вот они выглядят примерно вот так, они есть золотистые, серебристые, с огромной скидкой, со скидкой в 50%. При этом, при этом, так как я диджитал амбассадор, для моих подписчиков есть промо-код NISCOCO15, который всегда, всегда, всегда дает скидку в 15%. И при этом скидки суммируются, так что такой вот браслетик при покупке часов вам обойдется еще дешевле, на него скидка получится, ну, что-то около 65%. Мне кажется, это очень здорово, поэтому обратите внимание, ну, красота, красота. Я прям вот обожаю, я открываю свою полочку, где у меня лежат часы, я прям вот восторгаюсь, мне прям очень нравится. Мне кажется, это реально очень-очень красиво. Да, и не забывайте, что на сайте Daniel Wellington при покупке бесплатная доставка, что тоже очень хорошо экономит средства. Следующая вещь, которая мне просто безумно понравилась, это моя новая сумочка. И что самое классное, эту сумочку мне не пришлось выбирать и мучиться в магазине, потому что мне ее подарила моя подружка на день рождения. Это бренд Calvin Klein. Я вам уже, по-моему, рассказывала мою эпопею с тем, что я никак не могу найти замену своей сумки Michael Kors, чтобы это была такая вот небольшая и при этом везде уместная сумочка. И вот подруга приезжает ко мне отмечать мой день рождения и дарит мне вот такую вот малышку. Вот так вот она выглядит. Просто супер! Теперь я с чистой совестью могу избавиться от своей этой старинной сумки от Michael, потому что она уже вся затерлась. Внутри у нее нет как таковых отделений. Есть буквально один такой, ну, небольшой кармашек, может быть, под карточки или под что-то такое. Но у нее очень классная форма, потому что, несмотря на то, что она такая вот малышка, она достаточно пухлая. То есть у нее поместится и кошелек, и громадный телефон, и, ну, в общем, вся вот такая моя микрожизнь туда поместится. Конечно, теперь с ребенком я выхожу как обложенная котомками, потому что никак. Но в свою дамскую сумочку я не запихиваю никакие детские вещи, потому что вообще туда наступит апокалипсис, как бы. Поэтому все по отдельности. А для меня вполне хватит. Так что вот такая вот малышка у меня появилась, и мне кажется, много моих осенних фотографий будет именно с ней. Да. Следующая вещь, которая меня очень-очень радует, это тоже сумка. Я ее обнаружила рандеву, магазин Собо и ее рандеву. Гуляя между полок, в очередной раз, конечно же, к тебе там подбегают девочки, консультанты, говорят, чем вам помочь. Ты говоришь, да ничем, все есть, я просто как бы гуляю. И вдруг я иду и вижу вот эту сумочку. И я понимаю, что это опять-таки то, что мне нужно. Во-первых, это розовая сумка. Я ее давно хотела. Мне хотелось сумку именно такого вот насыщенного оттенка фуксии. И при этом это очень-очень удобная для меня форма. Повторюсь, сумочка смотрится маленькой, компактной. Я сама дама небольшая. При этом я сейчас не хожу в офис, поэтому мне не нужна такая строгая очень сумка. Но при этом какой-то женственности добавить хочется. И вы посмотрите, как она выглядит сбоку. То есть, несмотря на то, что она такая аккуратненькая, в нее много чего полезного можно запихнуть. Для меня это абсолютно незнакомый бренд, который какой-то Жерар Хенон, наверное. Написано, что это Франция, но, естественно, Made in China. Меня удивило, что кожа натуральная. Сумка стоила 8 с чем-то. И были в этот день распродажи. В общем, мне сумка досталась тысяч за 6, по-моему. Мне кажется, что за, ну, отчасти дизайнерскую сумку из нормального магазина натуральная кожа, это очень даже неплохо. У нее есть длинный ремешок. Без таких длинных ремешков я сумки вообще не понимаю. Я не знаю, как можно вот так внести исключительно в руке свой маленький редикюльчик. В руке у меня все, что угодно, но только не сумка. Так что вот такая вот красотка у меня появилась. Напишите, как вам. Следующая покупка была для меня вообще знаковая. Гуляла я по магазинам, и вдруг я увидела в Карло Пазолине туфли. Мне кажется, за последние несколько лет я туфли, вот туфли на каблуках, не покупала себе, в принципе. Купив, в общем, вот эту сумку, иду я себе спокойно в Карло Пазолине и наблюдаю, что там на полке стоят вот такие вот классические лодочки. В них нет ничего. Они настолько обычные, что все, что в них есть необычное, это, естественно, цвет. Почему я их выбрала? Ну, во-первых, я удивилась, что как бы вот в двух разных магазинах можно найти абсолютно идентичный цвет. При том, что кожа, естественно, разная. Здесь такая прям пористая корова, да, здесь такая все-таки более гладкая кожа. Мне они понравились за счет того, что у них узкий нос. Это не совсем моя любимая форма. Я очень люблю круглые, но, как вы понимаете, в тех же самых трендах и модных течениях сейчас узкие носы. Мне очень понравилась прямая устойчивая шпилька. Вот такой хороший каблучок. Сори, почта сыпется. Вот как бы на большие я не согласна, как в знаменитой песне Николая Носкова. Ну, на меньшие я не согласна, на большие я пока тоже не согласна. Размер у меня 38. Мне кажется, что они мне чуть-чуть маловаты, но 39 были слишком большие. Так что вот тоже жду какого-то приглашения, может быть, на какую-то интересную встречу, на какой-то семинар. Когда я увидела этот смайлик, мое сердце было разбито. Это пресс-рассылка от бренда Benefit. Это их новый тональный крем, который называется Hello Happy Soft Blur Foundation. Я пользуюсь вот таким вот комплектом. К сожалению, не было оттенка номер 3. Мне подходит оттенок номер 3, но мне прислали оттенок номер 2 и 5. А так как тональный крем можно налить друг на друга, смешать, то каждый день я рисую себе лицо. Соответственно, либо я становлюсь более загорелой с помощью пятого, либо становлюсь более бледной с помощью второго. Очаровательный, потрясающий, фантастический, любимый. Обожаю просто Benefit. Мне даже несколько стыдно стало. Вы знаете, что я очень люблю как похвалить, так и поругать марку Benefit, потому что, на мой личный взгляд, у них есть как гениальные, так и провальные продукты. Хорошая покрывная способность. При этом он абсолютно незаметен на лице. Вот ваш мужик подходит, вас трогает и говорит, ой, ты сегодня так хорошо выглядишь. И он не говорит тебе, ой, ты сегодня так хорошо накрасилась. Нет, он говорит, ты сегодня так хорошо выглядишь. Шикарный, строго тестировать. Очень интересный финиш. Финиш натуральный. Не матовый, не блестящий, не лоснящийся, просто живой. Вы знаете, как я ненавижу водянистые тональные кремы. Он не водянистый. Он на лице как будто бы какая-то незаметная сыворотка. Очень комфортный. Шикарнейший. Девчонки, мне кажется, вы давно от меня не слышали таких восторженных отзывов. Ну, посмотрите, ну, посмотрите, ну, посмотрите. А когда вы с утра опухшая, злая, идете, просыпаетесь, вас или ребенок разбудил, или муж, или вам на работу нужно, или в институт. И вы подходите, и вы видите вот этого малышка, который улыбается вам. Ну, как можно остаться равнодушной? Ну, вот серьезно. Я даже вот сейчас рассказываю о нем с таким трепетом. Шикарный тональный крем. Benefit. Я вас люблю. Спасибо. Следующая вещь, которую я просто обожаю. Она у меня кочует из видео к видео, но сегодня я хочу рассказать отдельную историю, связанную с ней. Давайте я сначала покажу, что это. Это сыворка для роста ресниц. X-Pro. Мы сегодня не будем обсуждать гормональное. Она не гормональная. Можно наносить гормоны. Есть они тут, нету их тут. Вот давайте мы сегодня это опустим. Я сегодня хочу поговорить о том, что этот продукт просто гениальнейшим образом работает с моими ресницами. Где-то в течение 3-4 месяцев я постоянно наращивала ресницы в студии Анны Ключко. Я, человек, который говорит, что все наращивания портят ресницы, это вообще сущий кошмар, наконец-то нашла свою студию. Я, естественно, как все женщины, сначала начала с одинарного объема, потом полуторный, потом два, а потом уже на уголках было два с половиной. Это я к чему? Я думаю, что у ресниц есть свой срок жизни. Он где-то от 20 дней до 3 месяцев. Где-то так. Я очень сильно нагрузила ресницы. Плюс где-то через 2-3 месяца после рождения ребенка у меня начали выпадать волосы и, соответственно, выпадать ресницы. И когда в очередной раз я пришла на наращивание, мастер мне говорит, слушайте, у вас такие пробелы среди ресниц. Вам бы нужно ресницы снять и походить без ресничек, там, хотя бы месяц. Я снимаю ресницы. Я пользуюсь этой сывороткой 2 недели. После этого я иду на шикарнейшую процедуру, тоже в студии Канни Ключко. Это ламинирование ресниц и ботокс. Отдаю за это 2 800. Через 2 дня смотрю на себя в зеркало и нисколько не жалею ни одного потраченного рубля. В общей сложности, после вот этих вот адских пробелок на моих глазах, я пользуюсь сывороткой ежедневно в течение месяца. И сейчас для меня пользоваться тушью – это такое удовольствие. Я подношу щеточку к ресницам и такое ощущение, что реснички, они прям впитывают состав, они сами расправляются, встают. Они такие все какие-то пухленькие, красивые. Шикарно, просто шикарно. Поэтому, если у вас беда с ресницами, если вы не можете никак подобрать себе туши, вы говорите, все туши отстой и дешевые и дорогие, я уже говорила сто раз свой лайфхак. Купите себе хорошую сыворотку для роста ресниц, а дальше вы будете выбирать себе тушь посредством. Потому что туши, конечно же, бывают разные, есть хорошие, есть плохие, но если у вас изначально хорошие реснички, будет вам счастье. Поэтому восторг, любовь, я вот эту покупала еще на Ла Моде, достаточно большой объем. Икслэш одна из самых дорогих сывороток, но она и самая работающая. Поэтому, если у вас плохие ресницы, моя строгая рекомендация. Еще одна вещь, которую, когда вот она ко мне попала в руки, я просто трепетала. Но это уже такая бьюти-блогерская тема. Это новый бронзер от Герлен Терракота. Я теперь со спокойной душой могу выбросить свой бронзер от Герлен Терракота, которому, наверное, уже лет 6 или 7. Вот он у меня лежит, лежит, лежит. Она такая реликвия, моя бьюти-реликвия. Но все, теперь я смогу. У меня нет слов, насколько он прекрасен. Цвет упаковки. Это такой вот, ну, что-то, ну, как персик какой-то, такой эмалированный персик. Вот это вот золотая звездочка. Внутри. Аромат. Вообще, эта штука позиционируется, как бронзирующая пудра. Но здесь я немного с брендом Герлен не согласна. На мой взгляд, это, знаете, такие бронзирующие румяна. Потому что, как вы можете видеть, здесь достаточно большой центральный розовый цвет. Этот оттенок сегодня вот на моих щеках. И, как вы видите, он дает и блеск, и поцелуй солнца, и все-таки прорумянивание. Шикарный продукт. Просто 10 из 10. Зеркало. Огромный объем. Красота. Вот эта баночка. Ну, если вы бьюти-голик, я уверена, что вы уже пошли потестировали. Здесь целых 25 грамм. Герлен выпускает очень честные бронзеры. И у них вот они всегда потрясающие, всегда очень красивые. И я просто невероятно счастлива, что такая малышка есть у меня в коллекции. Случилось невероятное. Я нашла брашинг для укладки волос, которым я могу укладываться сама, девчонки, этой песни. Мне посоветовали бренд, который называется Оливия Гарден. Я его видела раньше, наблюдала... Боже мой. Знаете, у меня было такое ощущение, что вот раньше я укладывала волосы без рук, а теперь с руками. Он такой удобный. Прорезиненная ручка, которая лежит в руке. Вот я просто смотрю на свой старый брашинг, который я выкину прямо вот сейчас. Он весь пластиковый, у него отваливается вот эта вот голова. Это был ужас. Удобно лежит в руке. Но самая его главная фишка в том, что он не царапает волосы, не царапает кожу, но при этом он как будто бы налепляет сам на себя прядь волос. И вы понимаете, что когда вы как бы с феном и вот со всем остальным работать неудобно. С этим удобно. Ну просто чума. Здесь еще есть вот такая штучка, это колоть мужа, если он вас отвлекает от укладки. Объем у меня 45. Я, честно говоря, подумываю купить еще чуть-чуть больше, 50-ку или может быть 55. Девчонки, поэтому если вы ищете брашинг, пожалуйста, не покупайте дешевые. Не покупайте с пластиковыми ручками. Оливия Гарден, чума. Серьезно, он стоил до 1000 рублей, но он же просто волшебный. Керамический, плюс тут ионная технология. Турмалин браш, он сам по себе называется. Шикарный, шикарный. И, как я люблю говорить, моя строгая рекомендация. Кто давно смотрит мой канал, знает, что один из моих любимых бьюти брендов это бренд Urban Decay. Я хочу показать вам их новую палетку, которая называется Born to Run. Идеология этой палетки, палетка о путешествиях. Как вы видите, даже вот она сама выглядит, как такие кадры из разных-разных-разных стран и регионов. Когда вы отправляетесь в путешествие, вы кидаете в свою косметичку много-много разных теней, на все случаи, и у вас всегда в голове такая зудящая мысль. Была бы вот одна та самая идеальная палетка, с которой я могла бы делать и ежедневные мейки, и супергорячие мейки, и чтобы там еще зеркало было, и чтобы она была такая компактная, удобная. В общем, Urban Decay сделали. Давайте я вам покажу, как она выглядит внутри. Большое зеркало, оно полностью раскладывается, и вот сама палетка. На мой взгляд, палетка теплая. Несмотря на то, что здесь есть сиреневые оттенки, даже сиреневые оттенки здесь все-таки такие вот тепленькие, шикарные зеленые. Боже, как я люблю вот этот зеленый оттенок. Шикарные коричневые. Шикарные вот эти вот оттенки. Супер-супер-супер. Я думаю, что те, кто так или иначе интересуется миром бьюти, увидев эту палетку, сразу же сказали, о май гадабл, да это же худо-бьюти, да это же ее пыльная пустыня. Соглашусь, эта палетка очень похожа на худо-бьюти, во всяком случае, и по цветотипу, и по тому, как вообще внутри выглядит эта палетка. Ну, я не знаю, наверное, Urban Decay меня убьет за такие слова, но мне кажется, это вот реально тот же самый чехол, вот без вот этой вот полосочки, потому что худо-бьюти палетка выглядит вот так. Выглядит палетка яркой, степень яркости можно варьировать. Если вы наносите пушистой кистью оттенок посветлее, если вы делаете вот так вот, оттенок будет суперяркий, хорошо держится без базы. Шикарнейшая палетка, огромнейшее зеркало, и это вот прям мое золото. Я не знаю, как уж насчет именно путешествий, но вот даже просто, чтобы у вас была такая палетка, это вот прям сто процентов. Очень красивые оттенки, дружат между собой, яркие, сочные. Причем вы понимаете, да, в определенном возрасте уже не хочется какого-то такого искрящегося неона, хочется иногда яркости, такой дорогой яркости. И вот Urban Decay умеет делать пигменты так, что тени у вас на глазах смотрятся ярко, при этом не пошло, и при этом очень как-то дорого и интеллигентно. Супер! Восторг! Ну и последняя вещь на сегодня, которая своим объемом меня просто потрясла, это новая мицеллярная вода от бренда Черный Жемчуг. Когда ко мне приехал курьер, мне показалось, что я уменьшилась, а косметика увеличилась, потому что такой огромной мицеллярной воды я не видела никогда в жизни. Здесь целых 750 мл. Это первое. Второе. Здесь нереально удобный дозатор. То есть вы не льете воду, а вы прикладываете сюда ватку, делаете дын-дын-дын-дын-дын-дын, ватный диск пропитывается, вы смываете. Также здесь очищение и уход, 20% активной сыворотки. Ну, давайте считать, пускай так оно и есть, но я все-таки мицеллярную воду воспринимаю как некий раствор, смывающий макияж. Я сейчас стараюсь мицеллярную воду смыть водичкой, но, в принципе, иногда я этого не делаю. Просто супер. Шикарнейшая вода. Очень-очень бюджетная. Отлично справляется даже со стойкими мейками. И по таким, скажем, бьюти-слухам, очень она пользуется спросом у крутых визажистов. Потому что, конечно же, биодерма – это все пафос и гламур, но покупать биодерму на, скажем, такие рабочие объемы – это крайне невыгодно. Черный жемчуг выпустил просто шикарную воду. Поэтому, девчонки, стоит 3 копейки. Покупайте домой и вообще забывайте о том, как вам умываться. Супер-супер-супер. Очень-очень-очень рекомендую. Дочка проснулась. Ну что ж, друзья, это на сегодня все вдохновляющие меня вещи. Безумно было приятно снимать этот ролик. Он для меня почему-то был таким трогательным. Я долго сегодня думала, на какую тему снять видео. Ну о чем таком, как бы, да? Думаю, может быть, фавориты, может быть, пустые баночки, может быть, бьюти-новинки. И тут я подумала, вот нет, хочу сегодня снять такую небольшую сборную солянку о тех вещах, которые за последнее время реально поднимают мне настроение вот просто тем, что они у меня есть. Люблю вас. Целую. Большое вам спасибо за просмотр. Например, я надеюсь, что среди моих подписчиков все-таки больше тех людей, которые скучают без меня, потому что я без вас скучаю. Для меня вот так общаться с камерой, с вами, это своеобразная психотерапия, наверное. Вот, сейчас все время я уделяю дочке. И я очень счастлива от этого, но, естественно, очень большая часть меня, она несколько грустит. Поэтому я думаю, что к сентябрю, когда Милане будет побольше, мы с нашими бабушками еще посильнее наладим наше расписание, и у меня появится возможность как-то уже войти поплотнее в свой канал, потому что, повторюсь, я без вас очень и очень скучаю. И надеюсь, что вы без меня тоже. Большое вам спасибо за просмотр. Большое спасибо, что вы у меня есть. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я сейчас стараюсь там каждые понедельники устраивать конкурсы. Вот, чешу нос. Почему? Потому что не каждый понедельник у меня эту... Не каждый понедельник успеваю с ребенком. А прогнозировать и планировать на дальние расстояния у меня пока не получается. Например, недавно у нас вот закончился конкурс на вот такие потрясающие свечи от бренда Tonka Perfums. Это российский бренд. Кто бы мог подумать. Одна свеча стоит как крыло Боинга. Но они прекрасны. Они прекрасны в качестве подарка, в качестве роскоши. Просто тяжеленное стекло. Абсолютно натуральные авторские отдушки. Просто супер. Так что заходите в инстаграм. И, кстати, недавно в инстаграме вот эту штуковину мы разыгрывали. Так что последнее время я решила в своем инстаграме делать розыгрыш того, что реально нравится мне самой. Мне кажется, это очень и очень правильно. Все, хватит болтать. И так видео получилось долгим. Люблю, целую, обнимаю. Если не жалко, ставьте лайк. Если не жалко, ставьте лайк. Если жалко, ну, жалко у пчелки. Такое тоже бывает. Все, бегу монтировать, выкладывать. Люблю вас. Пока-пока.